Доброе утро, уважаемые коллеги! Закончилась кампания по выборам президента Республики Беларусь И я бы ее назвал так, что это была самая цивилизованная избирательная кампания За всю новейшую историю Республики Беларусь Знаю, что говорю, потому что практически во всех этих кампаниях Мне в том или ином качестве доводилось принимать участие И не скрою, со стороны всех участников избирательного процесса Как организаторов выборов, органов власти, кандидатов в президенты Их команд, можно сказать так, впервые были такие наиболее цивилизованные взаимоотношения и взаимодействия Потому что любая кампания президентская всех последних лет Которые были и 2001 года, 2006, 2010 годов Они все проходили в гораздо более жесткой борьбе Можно сказать, с разных сторон использовались разные методы Которые где-то выплескивались и наружу И может быть, конечно, те скандалы, которые были раньше Они повышали градус интереса к избирательной кампании Но, по крайней мере, они были, скажем так, не совсем корректны иногда По отношению друг к другу со стороны участников избирательного процесса В нынешней кампании это, на мой взгляд, просто здорово И меня, например, это очень радует и обнадеживает Потому что на всех стадиях избирательного процесса Начиная и даже от формирования комиссии И далее, потом уже в ходе выдвижения кандидатов в президенты В ходе предвыборной агитации И в том числе, включая и день голосования Каких-то таких эксцессов и серьезнейших конфликтных ситуаций Практически не было Конечно, конфликты были Это неизбежное явление И оно сопровождает любой избирательный процесс Но таких конфликтов, которые были бы таким мощным Каким-то информационным поводом И могущим какие-то вызвать негативные моменты И отношения к избирательной кампании Такого не было Самый один из таких показательных фактов То, что в областную избирательную комиссию За все время ее работы Не поступило ни одной жалобы на этот момент Я не исключаю, что может быть еще что-то поступит Но ни одной жалобы не поступило Поступило вообще из письменных обращений Все лишь одно письменное обращение Не жалобы, а именно обращение Где один избиратель просто высказывал свои пожелания Как лучше организовать избирательный процесс Для лиц с ограниченными физическими возможностями Но это получилось как раз, можно сказать, в тему Потому что это обращение поступило как раз накануне рассмотрения В Центральной избирательной комиссии этого вопроса То есть Центральная избирательная комиссия Отдельным вопросом рассматривала именно эту тему Облегчение доступа на участки для голосования Именно для лиц с ограниченными физическими возможностями И, скажем так, на эту тему к нам поступило обращение Именно с предложениями на эту тему А как таковых жалоб письменных Ни одной жалобы не поступало Такого просто не было И если бы мне до начала избирательного процесса сказали об этом Я бы сказал, что такого не может быть Потому что этого не может быть никогда Но, оказывается, бывает И я отдельно, конечно, хочу поблагодарить средства массовой информации И это, скажем так, не дежурный комплимент Потому что, рассматривая и анализируя то, что у нас появлялось в СМИ Ну, я скажу так, исключительно корректная И я бы назвал ее такая сбалансированная информация Стороны всех СМИ Не было таких каких-то явных перекосов В ту или иную сторону В освещении, я бы сказал так Доброжелательно, конструктивно По отношению ко всем претендентам Это с одной стороны И с другой стороны Сами и кандидаты в президенты И их доверенные лица Я бы тоже сказал, что Вели избирательную кампанию Достаточно корректно и цивилизованно Да, и с критикой и так далее Но нормальной Такой взвешенной Какими-то критическими замечаниями Своими предложениями и так далее То, что разные взгляды Взгляды, точки зрения это нормально И, по-моему, как раз здорово Но именно без, как говорится, перехода на личности По большому счету Поэтому я оцениваю нынешнюю избирательную кампанию Как очень высоко, во-первых, оцениваю А во-вторых, как очень хорошо организованную И еще раз хочу подчеркнуть Цивилизованную Мне наиболее точно Я думаю, что это слово подходит И в этом отношении Именно во взаимоотношениях Со стороны всех участников Избирательного процесса Я думаю, что у нас даже есть Чему поучиться со стороны Любых Стран В том числе у меня было немало встреч С различными наблюдателями От стран СНГ и по линии ОБСЕ Не один раз Но я хочу сказать, что Иногда бывали интересные моменты Во время этих встреч Помимо обычного набора вопросов Которые интересуют наблюдателей О ходе избирательного процесса О жалобах поступающих И вообще, как организован сам этот процесс И прочее Скажем, постоянно С их стороны Звучал вопрос Особенно со стороны наблюдателей ОБСЕ О ситуации с национальными меньшинствами Нет ли у нас ущемления Национальных меньшинств В ходе голосования И так далее Меня эта тема всегда Даже удивляла Потому что для нас Нет такой проблемы Но они с постоянной настойчивостью Всегда эту тему затрагивали Выясняли подробно И даже на последней встрече Незадолго до выборов С представителями ОБСЕ Они меня все время спрашивали Имеют ли право Лица польской национальности Голосовать Я вообще никак не мог понять В чем вопрос Почему такой вопрос возникает При чем тут лица польской национальности Потому что нет такой проблемы Все они граждане Республики Беларусь Конечно имеют Но почему-то они все время уточняли Они точно имеют право голосовать Наверное сейчас для Европы И для мира Тема национальных взаимоотношений Она очень острая Поэтому их так интересовала Я не скрою Меня эти вопросы напрягают Только с одной точки зрения Я очень опасался Что следующий вопрос Последует о других меньшинствах И здесь я немножко ситуацией Хуже владею По представительству Но такого вопроса не было Не будем возводить на праздину Но я все время считал Что наверное следующий вопрос Будет такой И потом все время пытался выяснить Есть ли у нас какая-то такая информация Ну такой информации нет Есть ли у нас меньшинства Поскольку я считаю себя Представителем большинства В этом отношении То не очень в теме Как в отношении меньшинств Но что касается национальных меньшинств У нас просто нет такой проблемы По крайней мере ни одно национальное меньшинство Не заявляло В каких-то моментах Что там Если по ней там скажем Именно от каких-то национальных меньшинств Выдвигали своих представителей В комиссии и так далее То конечно Я думаю что тут Вопросов бы не было Но просто у нас нет темы И я думаю что это Счастье для нашей страны Что у нас нет такой темы И дай бог чтобы она не появилась Такая проблема В взаимоотношениях Между национальностями Ну я понимаю Вы уже устали от моего Нет Нет Ну скажем так Вступление Поэтому перейдем Ближе к делу Всегда подчеркиваю Что это предварительные итоги Они получены Ночью По линии телефонной связи И так далее То есть Это информация предварительная В настоящее время Ряд территориальных комиссий Районах Они как раз в это время Проводят свои заседания Некоторые проводили Ночью По мере того Как поступили протоколы С участковых комиссий Ну таких меньшинство А в основном Вот в это время В 9-10 часов Районные городские Территориальные комиссии Заседают Подводят итоги И соответственно Сегодня Некоторые может быть Завтра в первой половине дня Нам представят Официальные протоколы Нынешние 4 069 избирателей По Брестской области В голосовании Приняло 907 869 Это Составляет 90,42% Я считаю Что нормальный показатель Он чуть-чуть меньше Чем был 5 лет назад Немножко меньше Ну тогда Кандидатов было Гораздо больше Может быть Этот Какой-то роль Сыграл Ну в принципе Там где-то было Около 91% Я считаю Что это Можно сказать Что практически Явка избирателей Осталась на уровне Предыдущей избирательной Компании По предварительным данным Голоса По Брестской области Распределились Следующим образом В алфавитном порядке Буду называть Гайдукевич 2,34% В целом По области Короткевич 5,32% Лукашенко 86,27% Улахович 1,17% И 3,96% Против всех Кандидат Против всех Занял Почетное Третье место Хотя Не скрою Я почему-то Предполагал Что Здесь цифра Будет Немножко больше Но Оказалось Что она Мечает Поэтому По Брестской области И как уже видно На сайте Центральной комиссии Действующий Глава Государства Одержал Убедительную Победу Что В общем-то Я не думаю Что для кого-то Стало Откровением Я думаю Что и явка Избирателей И Процент голосования За действующую Главу Государства Здесь конечно Много факторов Повлияло И в том числе Я считаю Что и такая Спокойная Аргументированная Взвешенная Агитация И в средствах Массовой информации И сама агитационная Компания Что в целом Она так велась нормально Я думаю Что конечно Повлияла Ситуация В значительной Степени У наших соседей Причем они Обязательно имеют Не только Украину А и соседей Европейского союза То что там Скажем происходит Я думаю Что это тоже Очень повлияло На выбор людей На то что Они приняли решение Посетить участки Для голосования Я например Не сомневаюсь Что этот фактор Тоже Имеет место Быть Потому что Люди Видя Что происходит У соседей И за Богом И Скажем так За малоритой Прежде всего Оценят Стабильность Пусть даже И сложность Есть И в экономике И в жизни Каждого человека Соответственно Но Прежде всего Стабильность Людей привлекает Потому что Как ни крути Все хорошо Но когда Бомбы Взрываются То Тем более Радости Мало Для счастья Хотя кому-то Конечно Всегда Кому война Кому мать родна Но это Она единицам Родная Для большинства людей Конечно Радости Здесь никакой Радости Хочу отметить Еще Что В целом Ко дню Голосования У нас Было Акредитовано 4 990 Национальных Наблюдателей Это Больше чем По 5 человек В среднем На участок Хотя На ряде участков Их было Гораздо больше Где-то Чуть меньше Но В целом Цифра такова И в области Работали Очень активно Посещали участки Как я уже говорил Международные Наблюдатели Ну здесь Точно цифру Нам всегда Очень трудно Оперировать Потому что Они Скажем так Мы знаем Примерную цифру Но они Здесь не согласовывают Скажем С комиссией Областной Или территориальной Свои действия Поэтому Где-то заявлялись Скажем так Иногда интересовались Просили о каком-то Содействии А где-то Иногда действовали Полностью По своему усмотрению Но по крайней мере Более 30 Наблюдателей Было по линии ОБСЕ И где-то Более 40 По линии СНГ Там от разных Структур Скажем СНГ От исполкома СНГ Парламентского Собрания Союза Беларуси России От ШОС Шанхайской Организации Сотрудничества Ну и так далее Поэтому Недостатка В наблюдателях Как говорится Не было Конечно Здесь Разные Ситуации Возникали По телефону В том числе Мы знаем Я располагаю Тем информацией Что были факты И решения Аккредитации Наблюдателей Внутренних Скажем Таких По-моему 2-3 факта Было Какие-то Нюансы Возникали И потом В процессе Работы Потому что Статус Статус Наблюдателя Определен И Избирательным Кодексом И Соответствующим Постановлениям Центральной Избирательной Комиссии Наблюдатель Может наблюдать За голосованием Подсчетом Голосов Присутствовать На заседаниях На заседаниях Территориальных Комиссий Но Скажем В кодексе Не прописана Тема И соответственно Не предусмотрено Например То что выражали Часть наблюдателей Чтобы они Вместе Скажем С участковой Комиссией Приезжали В территориальную И наблюдать За процессом Передачи Протоколов Информации И так далее Здесь Где-то в небольших Районах Проблемы Можно сказать Никакой не было Да и больших Проблемы не было Но Я знаю Что здесь Возникали Нюансы Когда Потому что Представляете Вот ночью Например Как в Бресте Например Московский район 87 участков И они Практически Одновременно Приезжают В территориальную Комиссию Там-то конечно Разделены Люди Которые Перепроверяют Протоколы Потому что Всегда По телефону Информация Есть Потом Иногда Выявляются Какие-то Нестыковки Под данными И прочее И тут Наблюдатели Чуть Какая-то Нестыковка Сразу начинает Вот Нехорошие Люди Что-то сделали Поэтому Тем более Ряд Наблюдателей Имеют Скандальную Репутацию И поэтому Я знаю Что Уйдите Не мешайте Работать Потому что Это не заседание Комиссии Это техническая Передача Информации Участковая Комиссия Привезла Протокол И работник Сотрудник Центральной Комиссии Он просто Проверяет Все соответствия Данных Которые Должны Быть Чтобы все Цифры Коррелировали Между собой И так далее Поэтому Здесь Да Возникали Я знаю Какие-то Моменты В отдельных Комиссиях Что Наблюдатели Просто Либо Отсаживали Чтобы Не мешали Такую Техническую Работу Провести А уже Когда Сегодня Проходит Заседание Центральной Комиссии Здесь Вопросов Нет Вся информация И в том числе По участкам Она доступна И озвучивается И так далее Поэтому Но Во время Заседания Комиссии Никаких проблем Нет для Наблюдения А Скажем Процесс Самопередачи Информации В кодексе Он не описан И Центральной Комиссии Скажем Имеет Полное Право Не допустить Наблюдателей К этому Процессу Именно Передачи Просто Сдачи Протоколов И так далее Поэтому Тут Иногда Возникали Такие Недоразумения Можно сказать Но В любом Случа Действия Комиссии Здесь Если Даже Такое Где-то И Смотря на Такие Моменты Какие-то Мелкие Стычки И прочее Я уже сказал По крайней мере На эту минуту Только что Заходил Тоже В наш Штаб Областной Комиссии Жалоб Пока не было Может быть К заседанию Комиссии Еще что-то Поступит Такое Возможно Может быть По итогам Голосования На данный момент Каких-то Жалоб В том числе От наблюдателей В областную Комиссию Нет Там В районные Я знаю Поступали в отдельные Районные Комиссии Они Их должны Рассмотреть И мы Когда при приеме Документов Тоже Смотрим Какие были Жалобы В районной Комиссии Как они Рассмотрены Какие результаты Насколько Там Законное Рассмотрение Того или иной Жалобы Которая поступила В районную Комиссию Можно вопрос Да Поэтому Районами Естественно Будут называться По Ленинскому Району За Лукашенко 79,4 По Московскому Району 8,12 За Короткевич Сколько Восемьдесят Восемьдесят И двенадцать сот А Не пугайтесь Да Так Короткевич По Ленинскому Району 8,9 По Московскому 5 А 8 8,9 А где Савон записывает Чего ты Беспокоишься Тем более Если что Я еще раз Подчеркиваю Все есть На сайте Центральной Комиссии По Московскому Району 5,91 Гайдукевич По Ленинскому Району 3,9 По Московскому Району 3,8 И У меня просто Графа против всех Она у меня есть В цифрах Честно скажу Против всех Я назову Абсолютные цифры У меня просто Здесь проценты Не выведены Программа Так забита Что надо Самому проценты Выводить Но вы можете От общего количества Посчитать Если что Значит Против всех По Ленинскому Району Проголосовало 3615 Человек И по Московскому Району 10,543 А сколько избирателей А избирателей Приняло участие В Ленинском районе 58,636 Вот От этой цифры На 3,615 И получится И по Московскому И по Московскому Приняло участие 129,045 А недействительные бюллетни Недействительные бюллетни Есть Сейчас такая форма Что Здесь только это Проходит На протоколах Потом будут Недействительные бюллетни Уже потом Когда электоральная статистика Выдет Там тоже не будет Но просто Эта форма Которая сейчас Центральной комиссии Для ночи Здесь Такой графы нет Но они Недействительные Конечно есть Потому что Если вы собьете Проценты Тут 100% Не будет Потому что Еще Там Какая-то Часть Десятых процентов Еще на недействительные Бюллетени Но они Конечно есть Недействительные бюллетени Есть всегда Так Больше всего Против всех Где проголосовала Ну если Я смотрю В абсолютных цифрах То конечно Московская Но оно получается Объективно Потому что здесь Больше всего Избиратели И мне Особенно Здесь я же не буду Мало ли что Это может неправильно Быть истолкованно Если я буду говорить О ней как о женщине Но с точки зрения Как кандидат Мне например Очень понравилось Как она себя вела Очень корректно И достойно То есть она Критически конечно И к действующему Главе государства К власти настроено Это нормально Но настолько корректно Я бы сказал так И в корректных формулировках Оказывается Можно одно и то же Сказать нормальными словами А можно в оскорбительной форме Какой-то Такой вызывающей И так далее Чтобы сознательно Провоцировать конфликт Какой-то И так далее А можно в корректной форме Высказать свою точку зрения Критическую И так далее Поэтому мне Например понравилось Как она вела Свою компанию Просто чисто Именно с профессиональной точки зрения Мне понравилось Оказывается Мы можем вести Цивилизованный спор Цивилизованный Такой разговор И цивилизованно Провести избирательную компанию Поэтому Не скрою Я не Я не скрываю Своё удовлетворение Тем как прошла Нынешняя избирательная компания И Те конфликты Которые там возникали Текущие Они конечно Несопоставимы По своим масштабам То что было В предыдущих Электоральных компаниях Своё удовлетворение Своё удовлетворение Своё удовлетворение Своё удовлетворение Своё удовлетворение Своё удовлетворение